Девушки отдыхают В Берлине все явственней Какое-то время Блюменталь Тамарин Томился в безделье Скрашивая свой досуг посещением Симфонических концертов И редких русских спектаклей В которых участвовали бывшие мхатовцы Из Качаловской группы Супруги Вера Греч И Поликар Павлов А также родная сестра Ольги Ильва Ада Книпер, тоже артистка Ее участие Мешало Блюменталю высказать Все, что он думает об этом спектакле Нельзя было обижать Ольгу Могла еще пригодиться Была мечта создать Свою труппу Но из кого? Или поставить спектакль В немецком театре С блестящими актерами Эмилем Янингсом, Густавом Грютгенсом Вернером Краусом Но никому не было дела до того Что в Берлине прозябает Русский режиссер и артист Впрочем, долго бездельничать ему не дали Блюменталь все еще был нужен фашистам Как пропагандист Его отправили вещать Из Восточной Пруссии В город Кенигсберг Для этой цели избрали старинный замок Резиденцию Эрика Коха Которая сохранилась за ним И после того, как он Обер-президент Восточной Пруссии Был назначен рейхскомиссаром Украины Кох знал Блюменталя по Киеву Он дал согласие Разместить в своем замке передатчик И предоставить Блюменталю жилье По соседству располагался лагерь Для русских военнопленных Где Блюменталю предстояло еще промывать мозги Советским солдатам Для отправки их в батальоны Ост Об этом отрезке жизни Блюменталь Тамарина Можно узнать из его писем К недавнему соседу по манихинскому жилью Известному в довоенные годы Художнику Михаилу Ивановичу Черкошенинову Который был немцами пленен Не как солдат, а как участник народного ополчения Он осел в Австрии В лагере для перемещенных лиц Художник, которого Блюменталь Именовал аббревиатурой Митч Разыскал его через газету Новое слово И между ними завязалась переписка Теперь уже три А не два раза в неделю я подхожу к аппарату И, дрожа от ненависти, бросаю в эфир все свое негодование Весь мой гнев дьяволу, уничтожившему все лучшее земли нашей И это держит меня в жизни Это спасает меня от отчаяния Из письма к Митчу можно еще узнать, как он чудом уцелел 18 июня на меня было произведено покушение Ночью, когда я выходил после банкета Устроенного богоугодным заведением, где я работаю Так он называл лагерь для будущих батальонов ОСТ На меня напали двое Один из них советский летчик, агент большевиков Как выясняется, Владимир Унишевский Другой его помощник Ударили чем-то тупым, быть может, кастетом Они сразу же лишили меня сознания А затем стали бить по виску Владимир Ощ Унишевский Советский летчик 20-30-х годов Перелетел еще до войны в Болгарию И сдал там книгу записки советского летчика В 44-м Унишевский, предвидя скорый приход Красной Армии Бежал из Болгарии в Германию Был помещен в лагерь для Остовцев и вызвался тренировать пленных советских летчиков для власовцев Так что можно представить себе Как досадил ему Блементаль своим кликушеством Если он, его единомышленник, пожелал свернуть ему шею Но довести до конца свою акцию не смог Рядом были люди, наверняка сбежались на крик Что стало потом с Унишевским и его помощником, я не знаю Блементаль тоже об этом не пишет Но то, что прозвенел первый звоночек, догадался наверняка Более трех недель его выхаживали в госпитале немецкие врачи Я слаб и беспомощен, как ребенок Признается он в письме к своему вновь обретенному другу А что же Игорь? Куда он делся? Этот отрезок его жизни полностью засекречен И оброс легендами одна абсурдней другой Перед Миклашевским были поставлены другие, тоже весьма важные задания С которыми он справился Краткие сообщения в центр сказывались на существенных изменениях во фронтовых обстановках Каким образом Игорь мог влиять на фронтовую обстановку? Откуда черпал для этого информацию? Как ее передавал? Если вся связь с Москвой велась с помощью мертвых почтовых ящиков через Стокгольм А для этого нужно время И такая еще незадача Немецкий язык Августа Миклашевская, его мать Очень слабо знала французский В чем неоднократно признавалась сама Его папа, Лев Александрович С сыном практически не общался Денег в семье часто не было даже на сахар Не только на бонну Средних языковых школ в стране не существовало К тому же точно известно В какой школе самый обычный Игорь учился В семье Блюменталей говорили, естественно, только по-русски И дядя Сева несказанно бы удивился Узнав, что его племянник вдруг заговорил по-немецки А тот же сведущий автор, ничуть не смущаясь Продолжает развивать миф, которым его снабдили И за его озвучивание даже дали чекистскую премию В конце 1944 года гитлеровская контрразведка напала на след советского разведчика Началась погоня В Бельгии под Брюсселем его настигли в поезде Игорь спрыгнул на ходу Бросился бежать в сторону леса Гитлеровцы достали его автоматными очередями Через три дня бельгийским крестьянам велели похоронить преступника Один из них приложил бритву к носу Миклашевского И лезвие запотело Живой! Быстро закидали могилу, а раненого переправили к бельгийским партизанам Те переодели его в форму немецкого капитана Ликвидированного партизанами и подбросили немцам Очнулся Миклашевский в Париже В крупнейшем военном госпитале Где светило немецкой медицины Провели ряд сложных операций И спасли жизнь немецкому капитану А когда Игорь поправился Стал самостоятельно ходить Стало быть, прошло уже много недель И мы в начале 45-го Главный врач сообщил приятную новость Я разыскал и вызвал в Париж вашу жену Завтра она приезжает Миклашевский похолодел Завтра он окажется в руках гестапо На рассвете ему удалось покинуть Охраняемый госпиталь На машине для уборки улиц Миклашевский присоединился к французским патриотам Участвовал в боевых операциях Этот очень кинематографичный эпизод Воспроизводит в своих неопубликованных воспоминаниях И его тетя Александра Спирова Существует и разновидность этой версии Столь же далекой от реальности Ее излагает даже такой осведомленный человек Как генерал Судоплатов Который вряд ли брал на веру Любой непроверенный слух Значит и ему было нужно Или повелено Вопреки логике и здравому смыслу Увести читателя от истины По этой версии Игорь куда-то бежал Связался с какими-то партизанами Взрывал какой-то подземный завод И вообще совершал в это время Какие-то героические действия Пребывая в полнейшей нелегальности Но это абсурд Еще 25 августа 1944 года Вторая танковая дивизия генерала Леклерка Освободила от немцев восставший Париж Боевые операции французских патриотов Давно уже прекратились Значит в конце 44-го Крупнейший военный госпиталь И работающие в нем светила немецкой медицины Могли существовать лишь в воображении мифотворцев На самом же деле было вот что Об этом рассказывает Блюменталь Тамарин В письме к Мичу От 18 июня 44-го года Я сейчас в ужасном волнении Тяжело ранен мой родной племянник Игорь Доброволец Ранен в боях с американцами Чудесный юноша Плачу о нем ежесекундно Я построил на нем нашу Как мне казалось будущую жизнь Но если и выживет То останется калекой А ему 25 лет Теперь мы знаем со всей непреложностью Еще в июне 44-го Когда англо-американцы Все же высадились на Нормандском берегу Был сформирован батальон добровольцев Для отпора союзникам Игорю было не отвертеться Его тяжело ранили И лечился он в Германии А не в Париже Совсем не нуждаясь в том Чтобы выдавать себя за немецкого офицера Игорь Миклашевский Игорь Миклашевский действительно воевал Против наших союзников Или хотя бы делал вид, что воевал Этот прискорбный факт Который никак нельзя поставить Игорю в вину Почему-то не захотелось раскрывать Оттого и нагородили столько вздора Зато от дяди не оторвался И сохранил за собой возможность Продолжать выполнение новых заданий Ясно, что ни о каком убийстве Гитлера или Геринга Не могло быть уже и речи Тяжелое ранение Сделало его непригодным Для участия в дальнейших военных операциях Оно и обрекало его на бездействие В Москве, однако, нашли ему применение Позиции, завоеванные им среди власовцев И в гадюшнике на Викторион-Штрассе Могли теперь пригодиться, как никогда раньше Война шла к концу И задача отмщения тем Кто поставил себя против советской власти Выходила на первый план После больничного лечения Игорю предоставили отпуск И дали возможность навестить дядю в Кенигсберге Есть версия, что он собирался там его ликвидировать Но будто бы никак не мог остаться наедине Скорее всего, этого не произошло Потому что новые задачи, поставленные Москвой Перед Игорем Были снова гораздо важнее Чем ликвидация никому не нужного дяди Которая могла стоить Игорю жизни Или ареста Связь с Миклашевским через Стокгольм Прерванная принудительно добровольным отбытием в Нормандию Возобновилась Вернувшись в Берлин Списанный с боевого учета Игорь снова поселился у тети Ины Окружившей его материнской заботой Фронт приближался к границам Восточной Пруссии Лагерь для будущих бойцов батальонов Кост Переместился на юго-запад Германии В Вюртенберг Там, возле города Мюнзингена Неподалеку от французской границы Был создан полигон для власовцев Где немало бывших генералов И высших офицеров Красной Армии Готовили своих солдат К будущим боям за свободную от большевиков Россию Трудно понять На что они еще надеялись На исходе 44-го года Но факт остается фактом Подготовка велась И все это делалось совершенно серьезно Глюменталь все еще продолжал Поносить большевиков и евреев Пока не пришел приказ Закрыть передатчик И считать себя свободным человеком То есть, иначе говоря, убираться На все четыре стороны Мавр сделал свое дело И заботиться о нем Фашисты не собирались Глюменталь снова оказался в Берлине На концерте филармонического оркестра Под управлением Фуртвенглера Он случайно встретился С другом-приятелем по первому бегству С Иваном Жаданом Загадка, которая до сих пор не имеет Внятного объяснения Из четырех первоклассных русских певцов Откатившихся вместе с немцами Из подмосковного Манихина Двое Жадан и Волков Обосновались в Германии Но ни один не получил возможности Себя проявить Жадану хотя бы удалось записать Две пластинки На всемирно известной фабрике Звукозаписи Полидор Но зала для выступлений Ни в одном германском городе Ему не дали Ни разу Зато в оккупированной немцами Праге Они регулярно концертировали Александр Волков там пел Вплоть до весны 45-го Огромные афиши Извещали о сольных концертах Несравненного Германа В пиковой даме Николая Пичковского Носителя ордена Ленина Артиста московской Петроградской Больших опер Популярнейшего до войны Среди меломанов А вот Блюменталь Тамарина В Прагу не пригласили ни разу Хотя охотников увидеть его на сцене Там нашлось бы немало В конце 44-го Стало окончательно ясно Что ни актерская Ни режиссерская Ни даже пропагандистская работа Блюменталю больше не светит Пора было задуматься о спасении От Игоря письма приходили регулярно Он слезно звал дорогого дядю Севу И дорогую тетю Инну Перебраться в Мюнзинген Где, конечно, надежнее Ближе к наступающим англичанам И американцам И кругом все свои Хорошо известные Блюменталю Конровцы Последнее мероприятие Про которое известно Что на нем присутствовал Блюменталь Состоялось в берлинском Европа-хаус Битком забитом зале На полторы тысячи человек Торжественный вечер По случаю создания Наконец-то признанного Нацистами Конора Где выступал Власов Представитель эмиграции И духовенства Прошел с большим подъемом 14 ноября 1944 года Исторический день для народов России Генерал Власов Прибыл на заседание Учредительного собрания Комитета освобождения народов России На исходе зимы Дядя Сева Тетя Инна И Тамара Соколова Собрав то Что прихватили из Манихина И то чем успели обрасти в Берлине Отправились в Мюнзинген Здесь в одном из домов Нашлись две комнатки Для блюменталей Игорь приходил сюда Чуть ли не каждый день Скрашивая своим вниманием И добрыми словами Их одиночество Заставляя отвлечься От мрачных мыслей В земле Баден-Вюртенберг Весна наступила раньше Чем ей положено Если не знать Что творилось тогда На западе и востоке Европы Где агонировал Вермахт А вместе с ним нацистский режим Можно было бы принять Не по времени теплый Мюнзинген За рай благословенный Сюда В лагерь для советских военнопленных Отобранных в качестве добровольцев Для создания Власовской армии Направлялись остатки Различных ост-батальонов Рядом с лагерем Располагался полигон Где бойцов не столько Обучали военному делу Сколько внедряли в сознание Какая историческая миссия Выпала на их долю Блюменталь уже был никому не нужен Своим экстремизмом Он мог влиять на власовских воинов Лишь с отрицательным знаком Несколько миллионов изменников Каковыми Сталин считал Всех попавших в плен Не давали ему покоя Дыры и солдаты Красной Армии Прекращайте преступную войну Против направленную К угнетению народов Европы Обращайте оружие Против большевистских пузыркаторов Власов, его генералы и офицеры Его идеологи и пропагандисты Должны быть пойманы любой ценой Проследить за передвижением Власовской верхушки Не дать ей скрыться Убить самого Власова Если не будет гарантии Взять его живым Такой была задача Поставленная теперь перед Игорем Дядя посоветовал Игорю скрыться Власовцевы готовили к бою А подвергать племянника Риску новых ранений Ему никак не хотелось Игорь без дядиного совета Имел тот же план Приблизиться к Власову И создать условия для его ликвидации Такой возможности у него не было Не было и в том случае Если он готов пожертвовать жизнью Игоря не готовили в боевики Менялась ситуация Менялись задачи В Москве догадывались Куда часть власовцев Скорее всего побежит Предполагалось, что руководство Конра Попытается раствориться во Франции Инструкции и явки в этой стране Игорю были своевременно даны И есть основания полагать Что на время исчезнув Он побывал именно во Франции Навел мосты И обеспечил себе крышу Для будущих действий Именно здесь, в Мюнзингене Было объявлено Фюрер наконец-то просек Какую силу он еще не задействовал И пожаловал вооруженным силам Конра Статус союзной армии Отличившихся спешно наделяли Генеральскими и офицерскими званиями Они все еще на что-то надеялись Счастливую весть огласил Начальник полигона генерал Венигер Принимавший парад власовских дивизий Парад с принятием присяги Как верный сын моей родины Я добровольно вступаю В ряды войск комитета Освобождения народов России В присутствии моих земляков Я торжественно клянусь Честно сражаться До последней капли крови Под командой генерала Власова На благо моего народа против большевизма Эта борьба ведется Всеми свободолюбивыми народами Под высшей командой Адольфа Гитлера Я клянусь Что я останусь верным этому союзу Назвать Адольфа на исходе зимы 45-го года Главой всех свободолюбивых народов Можно только в насмешку Но власовцы были прикованы Гитлеровской колеснице Кандальными цепями На трагикомическом торжестве Принятие присяги Было блюменталь Тамарин Он же присутствовал и на параде 16 апреля Перед генералом Власовым Прошла первая дивизия Ро Которая прямо с парада Двинулась в сторону Праги Мюнзинген опустел Среди оставшихся было блюменталь с домочадцами И как только отбыли власовцы Вернулся откуда-то Миклашевский Никому уже было ни до него Ни до блюменталя Ни до оставшихся еще в лагере военнопленных Дядя и племянник Снова оказались в одной связке Но уже в других условиях В другой обстановке И на совсем ином этапе войны Которая их соединила Которая их соединила Которая их соединила Субтитры создавал DimaTorzok